Здравствуйте, друзья! Вы на канале врача-психиатра доктора Джорджа Горбатова. Сегодня у нас 5 ноября 2022 года, суббота. Местное время 21 час 18 минут, киевское 22 часа 18 минут и московское 23 часа 18 минут. Сегодня я продолжаю чтение книги или материалов из книги французского психиатра доктора Кулера под названием «Границы сумасшествия», издано в Харькове в 1889 году, перевод с французского на русский. Сегодня я зачитываю из третьей главы под названием «Импульсивность», третью подглаву, озаглавленную «Влечение к воровству, покупкам и игре», то есть к лептоманиям, значит, шоппинг, да, и игромания. Ну, вот так вот. Итак, начинаю чтение. Не проходит недели, чтобы нам не пришлось читать в хронике газет сообщения такого рода. «Вчера агенты полиции накрыли на месте преступления Х, которое совершило кражу в одном магазине. Х принадлежит к одной из лучших фамилий и обладает большим состоянием». Подобный поступок нас поражает, потому что он ничем не объясним, невольно чувствует склонность заподозрить у виновного расстройство умственных способностей. То дело не в единичном, неопредалимом импульсе, который появляется вдруг и мгновенно овладевает всем рассудком, а в постоянном мозговом расстройстве, которое выражается легко узнаваемыми признаками. Кража, совершенная при вышеупомянутых условиях, не должна быть рассматриваема как инцидент, а как эпизод душевной болезни. Если изучать душевные особенности настоящих клептоманов, то станет ясно, что мы имеем дело с лицами, обремененными наследственностью и стоящими на различных ступенях дегенерацией, главным образом на нижних ее ступенях. Они представляют из себя людей, действующих только по инстинкту, полу-тупоумных. Мы найдем ту же низкую степень душевного развития и у пироманов, которые почти всегда принадлежат категории слабоумных. В клептомании, как и в других душевных расстройствах, сознательными импульсами мы встречаем перемыжаемость, явление пароксизмов и припадков. Насильственное представление мучает больного, и когда он подается ему, то он часто испытывает сожаление и даже угрызение совести. Марк приводит такой пример. Молодая девушка, дочь богатых родителей, принадлежащих к высшему сословию, испытывала потребность завладевать всеми предметами, которые ей попадались на глаза. Она прятала множество платков, наперсков, косынок, чулок и перчаток, которые она похищала у своих подруг. Если поступки эти обнаруживались, она не старалась скрыть их. Ее слезы служили доказательством раскаяния и стыда, которые ей внушало ее поведение. Она давала обещание в будущем не поддаваться своей ужасной склонности, но при первом случае снова подпадала ей. По своему обыкновению Марк не дает никаких указаний на личные и наследственные антицеденты молодой девушки. Вот другой случай, взятый из судебной газеты. К. Сидевшая на скамье подсудимых в Париже 27 января 1877 года принадлежала к семье, имеющей известное положение в России. Имея 24 тысячи франков годового дохода, она делала покупки в магазинах на 800 и 400 франков, которые тотчас же и уплачивала, и в то же время похищала из магазинов предметов, не имеющие никакой ценности, и которые ей были совершенно беспокойны. Дочь или доктор Корсаков, нарочно приехавший из Петербурга, заявил, что она принадлежит к лучшему обществу и что никогда ни малейшее неблагоприятное подозрение не касалось ее. Он прибавил, что она имела большое расположение к некоторым патологическим состояниям нервной системы, что в семье ее встречались умственные расстройства, и что в настоящее время одна из сестер ее лечится о душевной болезни. При этом защитник представил свидетельство ученого русского психиатра. Хотя душевное расстройство этой больной не подлежало сомнению, она тем не менее была приговорена к трем месяцам тюремного заключения и тремстам франков штрафа. Следующий случай, приводимый доктором Трелло, является замечательным примером непреодолимого влечения к воровству у тупоуманного. М. 56 лет, никогда не мог приобрести основательных знаний, хотя и принадлежал к образованному обществу. Он любил свет и всегда удалялся от своей семьи. Несколько раз хотели женить его, но он всегда отказывался. Все знают, что у него три квартиры в Париже, и в каждой из них ему прислуживает только одна прислуга. Сначала это возбуждало удивление, но он давал такое простое объяснение, что все удовлетворялись им. Он не любил длинных переездов по городу вечером, а между тем друзья, которых он навещает, живут в различных частях города. Раз он не прав, разве он не прав, нанимая квартиры в их соседстве, и может же он на это употребить излишек своих доходов. Летом он путешествует, ездит на воды, где встречает людей, с которыми знаком Париж. Несмотря на недостаток ума, он сам распоряжается своим состоянием, и хотя не увеличивает его, но и не терпит убытков, в настоящее время он имеет такой же доход, как и 30 лет тому назад. Вся жизнь его проходит таким образом, что ничто не нарушает ее течение. Он умирает скоропостижно. В каждой из его трех квартир находят комнату, совершенно заваленную всевозможными предметами, как салфетки, платки, посвечники, вазы, бинокли, трости, зонтики, маленькие картины, медальоны, серебряные приборы, часы и всевозможные драгоценные вещи, которые он похищал во всех домах, где бывал в течение 30 или 40 лет, ни разу не будучи пойман в своих кражах. Очень часто ему приходилось слышать у своих друзей о кражах, случившихся у них. пропадали приборы, часы, за что обвинялась и получала расчет прислуга. Его это нисколько не трогало, и он выражал соболезнования своим же жертвам. Все эти значительные кражи не приносили ему ни малейшей пользы, он ни на что не употребил их, и все вещи нашлись в целости. Стали разыскивать безоглаский лиц, которым принадлежали вещи или их наследников, и нашли очень многим. Предметы, владельцы которых не нашлись, были проданы в пользу бедных. Этот человек ограниченного ума сумел так ловко совершать и скрывать свои кражи, что мог безнаказанно продолжать их в течение всей своей жизни. Он крал всюду, в городе, в деревне, на водах, на балу, в театре, и всегда так ловко, что ни разу ему не пришлось быть обвиняемым ни даже заподозренным. М. имел двух старших братьев, умерших еще в детстве от конвульсий, и дядю, и похондрика. Рядом с врожденными клептоманами стоят клептоманы, сделавшиеся такими вследствие мозгового заболевания в течение жизни. Очень хорошее описание этих листов дал Ласек. Последние принадлежат к совершенно иному роду больных. Это уже не лица, подающиеся сознательному, но непреодолимому увлечению, но больные, подверженные эпилептическим припадкам, периодом полной душевной невменяемости, поступающих более или менее инстинктивно или бессознательно. Они больше приближаются к страдающим деменцией, паралитикам и идиотам, ворующим автоматически, нежели к психопатам, сохраняющим сознание, которых мучает желание красть и которые борются всеми силами против влечения, безнравственность и преступность которого они вполне понимают. Рядом с влечением кражем следует поставить непреодолимое влечение к покупкам, уже упомянутое трело, и о котором Маньян недавно делал сообщение в медико-психологическом обществе. Несколько времени тому назад, говорит он, я имел случай наблюдать манию покупок, онеоманию, переданную от бабушки отцу, а от отца к сыну, который поступил в мое отделение. Бабушка, которая лечилась много лет, в больнице Боневаль страдала онеоманией, она делала постоянные и значительные покупки, так что пришлось ограничить ее расходы. Она покупала и бросала купленное. Рабочие заметили час, когда она бросала свои покупки и подбирали брошенное, цыплят, целых рыб и так далее. Заметив однажды, что они подбирают то, что она бросает, она стала бросать все купленное в выгребные ямы. Отец, страдающий душевной неустойчивостью и онеоманией, всегда был расточителен, но мания покупать развилась в особенности после женизмы. Он постоянно покупал всевозможные предметы, мебель, драгоценные вещи, съестные припасы, которые он собирал, перепродавал или раздаривал. Его припадок о неомании всегда выражался одинаково. Как только он видит предмет, который ему нравится, он во что бы то ни стало должен приобрести его. Однажды начав, он спускал все деньги, находящиеся при нем, на покупку множества ненужных предметов. У сына предрасположение кониомании стало обнаруживаться с детства редкой щедростью. Он отдавал товарищам все, что имел. Ему доставляло удовольствие раздавать всевозможные вещи, купленные на его деньги. От 20 до 22 лет влечение к покупкам сделалось непреодолимым. Он покупал без всякой нужды куски полотна, драгоценные вещи, мебель и таким образом истощал свой капитал, но не останавливался. Он закладывал вещи в ломбард, выкупал их и снова закладывал. На рынке ему было невозможно удержаться от множества закупок. Он покупал множество дичи, целые мешки овощей, всевозможную провизию, так что он мог наполнить цены целый экипаж, и два человека всегда должны были помогать ему. Чтобы употребить купленное, он рассылал многочисленные приглашения. Иной раз он возвращался с множеством мебели, стоило ему только остановиться перед магазином, и он подавался в лечение. Оно было непреодолимо, говорил он, я не могу удержаться, я отчаялся и все-таки уступал. Под конец он пускал на мелкие мошенничества, он пускался, вернее, на мелкие мошенничества, чтобы удовлетворить своей непреодолимой потребности покупать. В заключение упомянем о непреодолимом влечении к игре, пример которого был указан в клинических сообщениях выше названного автора. Личность, о которой идет речь, с четырех или пяти лет, имела непреодолимую склонность к игре. Он даже воровал, чтобы удовлетворить своему влечению. В продолжении всей его жизни, страсть это преследовала его все с тем же импульсивным характером. Впоследствии она сопровождалась многими другими насильственными явлениями, в особенности извращением половых стремлений. Больной кончил общим параличем. В страсть к игре, которая обыкновенно вовсе не имеет характера непреодолимого влечения, скорее может быть причислена к нравственным извращением, которое мы будем изучать ниже. В последней форме она иногда наследственного. Дама, с которой я был в хороших отношениях и которая имела большое состояние, говорит шевалье Даг Гама Махадо, имела страсть к игре и приводила все ночи за игрой. Она умерла еще молодой от болезни легких. Старший сын ее, очень на нее похожий, имел ту же страсть к игре. Играть играл ночи напролет, он умер от чахотки, подобно матери, и почти тех же лет. Дочь ее, похожая на нее, имела те же вкусы и умерла еще молодой. Ну, вот такая интересная глава. Кстати, что я хочу вам сказать. Я, конечно, не знаю, это в нынешней, или, скажем так, в МКБ-10, вот эта патология, которую я сейчас зачитал, она относится к нарушению или к расстройству значит, импульсов, контроля над импульсами, или, значит, отсутствие, значит, отсутствие или нарушение контроля над, скажем так, вот таким поведением. Это первое. Это отдельно. Отдельно. Но, вы знаете, я в своей практике наблюдал в прибаре, например, случаи клептомании при баре. Еще чаще мы наблюдаем в состоянии мании или гипомании вот действительно вот эта склонность к мотовству, к покупкам, к покупкам ненужных вещей, к тратам денег, скажем так, вот не только к покупкам, а, предположим, больной, находящийся в маниакальном психозе, может все свое состояние спустить, скажем так, значит, на благотворительность нищим, давая каждому нищему, значит, там, по тысяче, да, там, долларов, если состояние в долларов. То есть, то есть, вот, скажем так, вот это нарушение контроля в виде, значит, страсти к клептомании, то есть, к воровству ненужных вещей, вот, дальше, к покупкам, да, к покупкам и игромании, и игромании, вот, она очень часто встречается, встречается, как минимум, как минимум, в гипоманиакальных или маниакальных фазах биполярных аффективных расстройств. Хотя, в принципе, в МКБ-10 они стоят отдельной строкой, как отдельные заболевания. Итак, на этом я, доктор Джош Горбатов, завершаю чтение этой главы и прощаюсь с вами до следующего раза. Как всегда, как обычно, выражаю сердечную благодарность всем потенциальным слушателям этого ролика за проявленный ими интерес к чтениям. Спасибо и до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok